В эфире еженедельная программа «Закон и город» в студии Елена Ветрова. Здравствуйте! Воду из уличного бассейна использовали предприимчивые бизнесмены для изготовления левой алкогольной продукции. Сотни тысяч литров фальсифицированного алкоголя, к счастью, теперь не дойдет до потребителя. Подробности в нашем первом материале. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управлением ВД России по городу Ростова-на-Дону совместно с представителями Управления ФСБ России по Ростовской области при участии Росгвардии. Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой под видом предпринимательской деятельности изготавливали алкогольную продукцию без необходимой маркировки. По имеющейся информации, злоумышленники на территории складских помещений и одного из частных домовладений организовали цех, в котором осуществлялось производство алкоголя для последующей реализации в торговых точках. Нашими сотрудниками обнаружено и изъято около 100 тысяч готовых к продаже бутылок, 4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также пустая тара, пробки и коробки с этикетками. Предварительно установлено, что в производстве применялась неочищенная вода из уличного бассейна. В результате противоправной деятельности фигуранты незаконно извлекли доход в размере свыше 17 миллионов рублей. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избранной меры пресечения в виде домашнего ареста. Все украденные вещи злоумышленник погрузил в свою машину и попытался поскорее скрыться с места происшествия. Вот только далеко ему уехать в этот день не удалось. Кого задержали стражи порядка, смотрите прямо сейчас. При несении службы сотрудники ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Волгодонская пытались остановить автомобиль ОАЗ «Патриот» для проверки документов. Законное требование полицейских водитель проигнорировал и продолжил движение. После чего полицейские незамедлительно приняли меры к задержанию автомобиля и начали преследовать нарушителя. Уже за городом водитель ОАЗа не справился с управлением и допустил съезд в Кювет. При визуальном осмотре транспортного средства были обнаружены пять газовых отопительных котлов, коробка и электроинструменты. Стражи порядка выяснили, что мужчина причастен к пяти кражам, совершенным на территории района. В отношении фигуранта составлен протокол по статье 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а также возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фальшивыми денежными купюрами на протяжении некоторого времени расплачивались двое жителей Семикаракорска. Что им теперь за это грозит, разбирались правоохранители. Сотрудникам полиции отдела МВД России по Семикаракорскому району поступила информация о том, что местный житель хранит и сбывает поддельные денежные знаки. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа. Дома у фигуранта были обнаружены приготовленные к сбыту 13 поддельных пятитысячных купюр. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 36-летнего мужчину, ранее судимого за кражу. Он сознался в сбыте фальшивых денег в нескольких магазинах Семикаракорска. Также полицейскими было установлено, что мужчина сбывал купюры с 35-летней, ранее судимой местной жительницей. Задержанные рассказали, что нашли поддельные пятитысячные банкноты в подвальном помещении. Деньги они спрятали у себя дома, а затем стали реализовывать купюры в магазинах и покупать на них продукты питания. Несколько фальшивых купюр были изъяты полицейскими в торговых заведениях города. Проведенная экспертиза установила, что все изъятые денежные знаки являются поддельными. Следственным отделом ОМВД России по Семикаракорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 186 УК РФ. Попытка изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В последнее время мошенники находят десятки способов, чтобы обмануть доверчивых граждан. На этот раз злоумышленница представилась сотрудницей пенсионного фонда и обманом забрала у пенсионерки все ее сбережения. В отдел МВД России по Константиновскому району обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенника. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили и задержали 43-летнюю подозреваемую. Полицейские выяснили, что злоумышленница пришла в дом к пенсионерке и представилась сотрудником пенсионной организации. Сообщив, что женщине положена социальная выплата, подозреваемая предложила ей разменять деньги. Фигурантка отдала пенсионерке 7 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. В свою очередь, мошенница обманным путем убедила пожилую женщину разменять ей деньги, в результате чего у жертвы остались фальшивые купюры, а настоящие деньги подозреваемая положила себе в карман в размере 35 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного честью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ворвавшись в магазин, грабитель потребовал отдать ему всю дневную выручку. Вот только убежать далеко злоумышленнику не удалось. В торговое помещение в Песченоковском районе ворвался неизвестный и, угрожая физической расправой, забрал всю дневную выручку, после чего немедленно скрылся из магазина. Взволнованная и испуганная продавец сразу позвонила в дежурную часть полиции. Своевременно прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемого в грабеже и доставили его в отдел полиции. Как выяснили в дальнейшем оперативники, 40-летний злоумышленник ранее был неоднократно судим за угон, кражу и неуплату элементов. Стражи порядка изъяли похищенные деньги и вернули их законному владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Для того, чтобы добраться из одного поселка в другой, житель Волгодонска не придумал ничего умнее, чем попросту угнать припаркованный на обочине автомобиль. На этот раз в дежурную часть межмуниципального управления МВД России Волгодонская поступило сообщение от местного жителя. Стражам порядка он рассказал, что у него угнали автомобиль. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам разыскали машину потерпевшего, после чего задержали 19-летнего подозреваемого. Как выяснили полицейские, злоумышленник ночью открыл отверткой автомобиль, припаркованный недалеко от дома его родственников. Завести автотранспорт подозреваемый решил с помощью замыкания проводов. На угон машины молодой человек решился, чтобы добраться из города в ближайший поселок, где он проживает. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Стражи порядка изъяли транспортное средство и вернули его законному владельцу. А вот житель Миллеровского района решил не мелочиться и угнал автомобиль для того, чтобы на нем уехать в столицу нашей родины. Вот только до Москвы он так и не добрался. Подробности в нашем материале. На минувшей неделе от жителя Миллеровского района поступило сообщение об угоне его автомобиля ВАЗ-2109. По горячим следам полицейские задержали 25-летнего подозреваемого. Молодой человек признался, что в тот день он заметил на парковке открытый автомобиль с ключом в замке зажигания. Незадолго до этого он планировал посетить столицу и, недолго думая, мужчина сел в чужой автомобиль и решил именно на нем доехать до Москвы. Спустя некоторое время в машине случилась неисправность и молодой человек продолжил свой путь пешком. Стражи порядка задержали угонщика недалеко от брошенного ВАЗ-2109, изъяли транспортное средство и вернули его законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. За нарушение ПДД на трассе М4 Дон стражи порядка остановили водителя. Как оказалось, он не только превысил скоростной режим, но и перевозил в своей машине наркотики. Во время несения службы сотрудниками 1-й руты полка ДПС ГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области на автодороге М4 Дон был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 49-летний мужчина. Когда полицейские подошли к водителю, то им сразу стало понятно, что он явно сильно волнуется и ведет себя подозрительно. После чего сражи порядка провели личный досмотр автомобиля. В салоне лежал сверток с неизвестным веществом растительного происхождения. После того, как инспекторы ДПС еще тщательнее начали осматривать транспортное средство, обнаружили банку с аналогичным веществом. Общая масса составила около 115 граммов. Проведенное исследование подтвердило, что изъятое наркотическое средство – марихуана. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вызывая такси, всегда ли вы задумываетесь о том, кто вас везет и в каком состоянии находится водитель, а также исправна ли его машина? Эти и другие вопросы выясняли в ходе рейда ростовские полицейские. В целях обеспечения безопасности пассажиров такси в течение трех недель сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Ростов-на-Дону проводили массовые проверки водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров. В числе основных выявленных нарушений непредоставление преимущества в движении пешеходов, нарушение требований дорожных знаков, правил остановки и стоянки, перевозка пассажиров, в том числе несовершеннолетних, выезд на встречную полосу, движение на запрещающий сигнал светофора. Двое водителей управляли автомобилем в состоянии наркотического опьянения и еще двое отказались от прохождения освидетельствования. В соответствии с законодательством, каждый водитель такси, кроме водительского удостоверения и документов на автомобиль, должен иметь при себе свидетельство о регистрации в службе такси, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, путевой лист, полис ОСАГО, а также документы на перевозимый груз. Однако, как показали результаты операции, 90 водителей ездили без документов и полисов ОСАГО. Один из них был лишен права управления транспортным средством. Более 30 управляли неисправными машинами, двое – с незаконными опознавательными фонарями такси, семь – без соответствующих разрешений на устройства для подачи световых и звуковых сигналов. Все они были привлечены к административной ответственности. Наказанию подверглись и владельцы специализированных компаний. Им придется заплатить штраф до 50 тысяч рублей за выпуск на линию неисправных автомобилей. Хочется еще раз напомнить всем ростовчанам и гостям города быть бдительными при выборе такси и помнить, что вызывая нелегальных перевозчиков и совершая с ними поездки, вы подвергаете риску не только свою жизнь, а также жизнь и здоровье своих близких. Берегите себя всегда и везде. А на сегодня это все новости. Всего вам самого доброго. До свидания.